В среднем 500 рублей за кубометр. Такую цену сейчас установили перевозчики твердых бытовых отходов для управляющих компаний и ТСЖ за вывоз мусора в Чебоксарах и Новочебоксарске. Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам считают, что экономически обоснованная цена за эту услугу – 340 рублей. Но с этой цифрой не согласно управление Федеральной антимонопольной службы. УфАС даже вынесло предупреждение о прекращении необоснованного вмешательства в установлении цены по сбору и вывозу ТБО. Сегодня госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам, представители администрации городов и перевозчики твердых бытовых отходов озвучили журналистам свое мнение. Представитель УфАС на встречу не пришел. 340 рублей – это та цена, по мнению госслужбы по конкурентной политике и тарифам, которые должны платить перевозчикам за вывоз мусора в Чебоксарах и Новочебоксарске. Начиная с 2017 года, после установления цен тарифов для зауправления отходов, у нас пошли обращения от управляющих компаний, от населения, от просто организации о том, что цена на сбор и вывоз утилизации увеличилась в разы почти в 2,5 раза и составляет больше, чем 500 рублей. Перевозчики мотивировали рост стоимости услуг на сбор и вывоз. Это тем, что для зала управления отходами в Чебоксарске были установлены тарифы за тонну. Организации, так скажем, воспользовались этой ситуацией для собственного обогащения за счет населения, мы считаем. Свою калькуляцию тарифа предоставило спецавтохозяйство. По данным перевозчика, цена в 500 рублей экономически обоснована. Перевозчик не может работать себе в убыток, и чтобы хоть как-то выживать, должна быть небольшая прибыль. Перевозчиков у нас порядка 13 в городе находится. Мы вот просто общаемся, да, то есть это у кого-то 510, у кого-то 505. По 340 не готов никто, потому что это нереально. Я даже больше хочу сказать. В Новом-Чебоксарске проявили просто эксперимент, не будем называть. Управляющая компания решила вывести сама и посчитать. Ну посмотрели, посчитали, прослезились, понимаете, и бросили все это дело. То есть заключили договор с перевозчиком. Поняли, что 500 рублей – это в принципе обоснованно. Управляющие компании, по мнению госжилинспекции Чуваши, в данной ситуации страдают больше всех. Тарифы на вывоз мусора пока входят в статью «Содержание жилья», и они были утверждены в середине прошлого года. И гораздо ниже той суммы, которую обслуживающая организация должна платить сейчас. Чтобы снизить свои затраты, управляющие компании либо сокращают количество контейнеров, либо сокращают услуги, которые они должны выполнять по дому. Это влечет за собой мусорный коллапс во дворах. Сейчас управляющая компания находится в безвыходной ситуации. То есть получается, по факту, если у них раньше, например, при старой стоимости вывоз мусора занимал, будем считать, от общих сборов по содержанию занимал примерно 10%, то сейчас с увеличением платы доходит до 30%. Напомним, что сейчас в этой сфере действуют нормативы 90-х годов, когда на каждого человека предполагалось в год 215 килограммов мусора. Именно из этой цифры сейчас складывается цена на вывоз и утилизацию отходов. Сегодня в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашия изучает, сколько на самом деле мусора аккумулирует каждый житель республики. Актуальные цифры будут уже в конце третьего квартала года. Тогда же будет выбран региональный оператор по обращению с отходами, который будет отвечать за сбор и утилизацию и установит плату за эту услугу. Тогда же должны смениться и нормативы по стоимости за вывоз мусора. Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика.